Аэропорт Череметьево. Полночь в понедельник. Но даже несмотря на столь поздний час, в зоне прилёта настоящий ажиотаж. Всё дело в том, что буквально через несколько минут здесь появится команда КАМАЗ Мастер, победители Дакара 2020. Для наших спортсменов 42-й ралли-марафон Дакар выдался непростым, но успешным. Копилка команды КАМАЗ Мастер пополнилась двумя бедуинами. Золотого завоевал экипаж Андрея Каргинова, серебряного экипаж Антона Шибалова. Дмитрий Сотников пришёл четвёртым, а вот победитель трёх предыдущих Дакаров Эдуард Николаев финишировал вне общего зачёта. В начале шестого этапа у него произошла поломка двигателя. Да, конечно, экипажу Эдика Николаева не повезло именно. Я не вижу здесь вины пилота. Да, это автомобиль, в душу, как говорится, металла не заглянешь. В этом году Дакар впервые прошёл в Саудовской Аравии. По словам спортсменов, страна двух мечетей приняла их гостеприимно. Но трасса оказалась довольно сложной. Нечто похожее на север Африки. Горы новой структуры, много вулканических пород, много старых гор, много камней, острых камней. Шины кололи первую половину гонки. Очень много. Мы боялись, что у нас их не хватит. Непростая 12-дневная гонка осталась позади, но спортсмены не расслабляются. Впереди подготовка к следующим соревнованиям. У нас всегда прибытие домой. Мы проводим рабочее совещание, чтобы подметить, что появилось новое у соперников, чего нет у нас, чего мы отстаём. Напомним, что для команды «КамАЗ-Мастер» эта победа стала уже 17-й на Дакаре. Впервые камазовцы одержали верх в 1996 году в испанской Гранаде. Продолжение следует...